Сначала краткое предисловие, о чем мы будем говорить, поскольку это некий цикл. Мы не первый раз его уже начинаем, был перерыв большой на лето, сейчас уже август. Уже более-менее, все к счастью, мы вернулись в Москву. Я решил начать уже сейчас цикл, который перед праздником Росшана. Каждый раз мы перед одним из праздников стараемся несколько недель посредом рассказывать про этот праздник, чтобы понимать, в чем мы более глубоко, в чем его суть, в чем наша работа, в чем наша роль в этом событии. И ближайший к нам праздник – это праздник Росшшана, Новый год, то, что называется еврейский, который на самом деле это цикл праздников, который начинается Росшшана и заканчивается Шминяцера, Симхаттора. То есть это Росшана, Йом-Кипур, Суккот и Шминяцерат. И я надеюсь, что у нас с помощью получится все это время. Это будет не каждую среду, потому что не все среды я в Москве, но максимальное количество недель мы будем стараться встречаться здесь и обсуждать темы, связанные с этим праздником. И хотя Росшана еще почти два месяца, но как раз у нас мы успеем немножко что-то, потому что всегда у нас проблема, чтобы хоть чуть-чуть успеть, и встречаемся час, два, три – это очень мало времени, потому что на самом деле много есть что рассказать. Мы, как и в предыдущие циклы, мы учимся по книге Равы Цхака Гутнера «Апаха Дыцхак». Вот эта книга. Равы Цхака Гутнер жил в 20 веке, не так давно, возглавлял Ешиву Хайм Берлин в Нью-Йорке, потом в старости переехал в Иерусалим и там скончался. Он был такой выдающийся человек, очень разносторонне образованный, развитый. И особенность этой книги в том, что, и это говорил тоже в начале предыдущего цикла, то, что на каком-то этапе, в средние века примерно, в мире раскрылась мудрость кабалы. Но раскрылась она очень ограниченному числу людей, поскольку так она устроена, мы сегодня тоже немножко об этом поговорим, это скрытая мудрость, она по своей сути скрытая, она не предназначена для того, чтобы быть раскрытой. Мы про это сегодня тоже поговорим. Но появился потом такой человек, которого звали Маораль из Праги, который был выдающийся мудрец, он известен широко тем, что он якобы сделал голема, который защищал евреев Праги, как сказал один из специалистов по изучению трудов Маорали. Он сказал, я не знаю, делал ли он големы или нет, но я знаю, что он был достаточно умным человеком, чтобы пустить слух по Праги, что он его сделал, чтобы прикатились погромы. Но на самом деле то, что Маораль точно да, сделал, он написал огромное количество книг, очень глубоких, очень интересных. И можно сказать, наверное, что Маораль основал школу такой рациональной кабалы, когда он взял мудрость кабалы и ее донес до нас более простым языком и объяснил ее многие вещи, которые такие мистические, вроде бы он объяснил их рационально, почему это так. Проблема в том, что труды Маорали, они достаточно сложны тоже для понимания, неподготовленным человеком, и сегодня их много изучают, но мало понимают. И поэтому Раввутнер, то, что он сделал уже в 20 веке, он раскрыл нам учение Маорали на намного более понятном и простом для нас языке. Много вещей, которые там скрыты, на котором Маораль только намекает. Тот, кто был на предыдущих циклах, это помнит, да, что Маораль там говорит какую-нибудь там строчку, не понимаешь, о чем вообще он говорит. И когда начинаешь разбирать это, и находишь источники и так далее, то вдруг тебе раскрывается, что здесь целый мир. Так Раввутнер, он это раскрыл простым понятным языком, ну, а я стараюсь раскрывать то, что написал Раввутнер еще более простым языком для тех людей, которые не учились в Ишивах, потому что Раввутнер все-таки был главой Ишивы, он писал эту книгу для людей, которые имеют какую-то базу знаний. Моя цель, которую я для себя ставлю, это объяснять сложные вещи настолько просто, чтобы их мог понимать человек, который даже ничего вообще не знает про Тору. Иногда у меня это даже получается. Значит, мы начнем говорить про Рошана, и мы начнем говорить про такую тему, как Хессер. Значит, и то, что я каждый раз говорю и повторю еще раз, нужно быть очень аккуратными с выводами, которые мы делаем, потому что эти идеи, если представить, что их глубина, там, это много километров, то мы раскрываем где-то полмиллиметра, и основной остается там большая-большая глубина. Когда нам кажется, что мы что-то понимаем, это не значит, что мы это поняли. И поэтому, когда мы отсюда делаем выводы, что отсюда следует то-то и то-то, надо быть с этим очень аккуратным, потому что это как мы с вами сидим в первом классе, изучаем арифметику на палочках. Помните, было такое, да, две палочки плюс три палочки, да. И если мы на основании того, что мы поняли, как на палочках посчитать два плюс три, на чем делался реактивный самолет, да, то это может плохо закончиться. Да, поэтому нужно понимать, как бы, на самом деле, на каком уровне мы находимся, на каком уровне находится наше понимание. Роша Шана, да. Вообще, что это за праздник такой, Роша Шана? Что в него случилось? Сотворение первого человека, да, совершенно верно. Мир, по нашей традиции, мир был сотворен 25-го иллюля. И в Роша Шана, в первый день месяца Тишрей, был сотворен первый человек, Адам. Нам, кстати, совершенно не принципиально, там, то, что эти споры, которые идут сегодня, то, что говорит современная наука, да, что миру миллиарды лет, и что человек появился не за один день, нам это, нам это никакого принципиального значения это не имеет, более того, еще до того, как современная наука стала говорить, что мир существует не 5,775 лет, а миллионы лет или миллиарды лет, до этого еще наши мудрецы это говорили, да, и 7 дней творения, по большинству мнений, это не 7 циклов по 24 часа. Все, ну, врачи, проходите, присоединяйтесь. Куда вам лучше сесть? Ну, надо стулья, наверное, здесь вот есть. Или вот здесь? Здесь два места есть. Есть два, да? Гавит, Гавит. Там даже, по-моему, три есть. Три есть, а там можно встретить, по-моему, четыре. Садитесь сюда. Где вам удобно? А надо же еще сына сказать, я сейчас возьму человека. Понимаешь? Да, мы должны. Да, мы должны. Ну, это тоже, по-моему, все. Все, давай, давай, мы должны. Можете, замешать. Так, то, что 7 дней творения. Есть комментаторы, которые объясняют это буквально, что это 7 раз по 24 часа, но если учесть, что только светилы были сотворены на 4 день, и как и 24 часа это цикл оборота Земли вокруг своей оси по отношению к Солнцу, так это сложно сказать, на самом деле, это не близко к простому пониманию сказать, что 7 дней творения это 7 раз по 24 часа, в простом это 7 неких периодов. И, например, пишет Тиферет Исраиль, комментатор Мишны, что мир был сотворен не один раз, а шесть раз, Всевышний его творил и разрушал. Те кости, которые находят в земле, это остатки тех предыдущих миров. Там не было человека, там были другие животные, всякие другие творения, то, что называется сегодня динозавры. Но в любом случае, это не совсем наша тема, просто к чему я это говорю, что нам совершенно не принципиально соглашаться ли с этим мнением или с тем мнением. Пусть каждый думает, как ему больше нравится, никакой практически разницы нет. И то, что нам да, актуально, что Росшана – это день творения первого человека. И подобно тому, как физика, она уделяет много внимания первым миллисекундам существования мира. Что произошло в первые миллисекунды после Большого Взрыва. Точно так же и нам важно понять, что происходило в первый миг творения этого мира, в первый миг творения человека. Потому что от этого зависит от того, как функционировал мир в первые миллисекунды своего существования, зависит от того, как он работает сегодня. Потому что там заложен корень всего. И точно так же нам принципиально важно понять, что там происходило. Например, потому что как был сотворен человек и что было в первый миг его жизни, там, в принципе, заложена вся история человечества. Есть такое, например, объяснение очень красивое. То, что у нас есть заповедь в Росшана трубить в шафар. Мы трубим в баранье рог. Это обязанность поториям. Это основная заповедь, которую мы выполняем в этот праздник. Почему? В день творения первого человека мы трубим в шафар. Так одно из объяснений заключается в том, что представьте себе первого человека, в первый миг его творения. Вот он только-только появился. И есть он, есть творец, есть большой и страшный непонятный мир. И первое, что он делает человек, это он обращается к творцу. Ему не к кому больше обратиться. Но ему тоже нечего ему сказать, потому что еще ничего не произошло. Он только появился. Нечего попросить. Нечего попросить. Даже этот вопрос, это не только просьба. Это просто обращение. Когда есть ты, ты можешь обратиться к самому себе. Но он себя еще не знает. Он видит перед собой только творца. И страшный непонятный большой мир вокруг себя, в котором он помещен. И вот первое обращение человека к Богу, это такой первобытный вопль, в котором еще нет слов, потому что там еще нет места словам. Слова, они определяют какие-то события. Там еще ничего нет. Но с другой стороны, в этом вопле сконцентрировано все, что будет сказано когда-либо на протяжении всей истории. Все слова, которые будут когда-либо произнесены, они уже в этом заключаются. И это трубление в шафар. Когда мы тоже разговариваем с Богом, нам много есть уже чего ему сказать, потому что уже много чего произошло в нашей жизни. Но вот этот день Роша Шанава, когда мы как бы заново творимся, то мы обращаемся к нему не словами, мы обращаемся к нему воплем. Это самое глубокое обращение, которое может быть, и самое мощное. Поэтому написано, что трубление в шафар, даже с точки зрения грамматики языка иврит, трубление в шафар это ткият шафар, литко бы шафар, трубить шафар. Что такое литко? Литко это что-то вбивать или пробивать. Как разбить кувшин, например, это тоже называется литко в Талмуде. То есть трубление в шафар, оно пробивает все преграды. Потому что когда ты говоришь, произносишь слова, то есть какие-то преграды. Как обычно происходит коммуникация между людьми. Два человека разговаривают, и между ними как будто стоит такая железобетонная стена. Они вроде бы говорят друг другу, вроде бы на одном языке, а при этом друг друга не понимают и часто даже не слышат. Но есть какой-то вопль, знаете, тоже бывает такое, когда ничего не помогает, тебя человек не понимает, ты начинаешь вопить. Это тоже не всегда помогает. Но если это совсем вот из глубины души идет вопль, тогда он пробивает все преграды. Дети так, да? Дети, когда обращаются к нам, они используют этот прием. Ребенок, он плачет, и эротическое сердце, оно разбивается. Родители ничего не могут поделаться, они к нему обращаются. Так в этом важность понимания того, что такое Росшана. Потому что касается не только самого праздника Росшана, но эта тема, она касается вообще всей нашей жизни. Что такое мир, как он устроен, и что в нем происходит. Если более конкретно, что такое человек, как эта прямоходящая штука, она работает, как она функционирует. Значит, отправная точка для того, чтобы начать, так Равутнер, во всяком случае, говорит, чтобы начать понимать эту тему. Творение мира, творение человека, Росшана, это то, что написано у пророка Нехемья. Нужно объяснить, здесь исторический период. Царь Навуходоносор разрушает первый храм и уводит еврейский народ на 70 лет в Вавилонское изгнание. То есть, евреи вышли из Египта когда-то, пришли в землю Израиля, царь Соломон построил храм. И все хорошо, они там жили, 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 пока не произошла самая тяжелая трагедия за всю историю еврейского народа. Храм разрушен евреизмами, впервые. Такого никто не ожидал, это было все. Оказалось, что все закончилось. И вот через 70 лет Персия завоевывает Вавилон, и персидский уже царь, Кир или Кореш, он разрешает еврейскому народу вернуться в землю Израиля и отстроить храм. Это не за один день, постепенно, они там запрещают, разрешают, но в итоге еврейский народ возвращается в землю Израиля и отстраивает второй храм. И те люди, которые ведут еврейский народ в землю Израиля, это пророк Эзра и его ученик, пророк Нахемия. Это лидеры, духовные лидеры еврейского народа. Проблема в том, что большинство евреев не возвращается в Израиль. Большинство евреев остается в Вавилоне. Как, в общем, похоже на то, что сегодня происходит. Почему? Потому что в Вавилоне им неплохо живется. А в Израиле там очень тяжело, там нечего есть, там тяжелейшие условия. Страна за 70 лет совершенно стала непригодной для жизни. Израиль, это известно, когда евреи там не живут, это становится пустыней и болотом. Там очень сложно жить. И вот они находятся там в очень... Их мало, они в очень таком подавленном состоянии, что вроде бы как вот оно избавление, а при этом это избавление, оно не такое, о котором мечтали. Не произошло, чудо не спустилось с неба в огне храм. Не удостоились. И наступает праздник Роша Шана, и весь народ сидит в Иерусалиме и плачет, потому что есть от чего плакать. Вроде бы как праздник, а все плохо. Все, есть нечего, евреи не поддержали. Все, все, как бы надежды особо нет. И вот тогда к ним приходит пророк Нехемия. Написано так. И сказал всему народу Нехемия, он же Тиршата и Эзера, священник, писец, Эзера он был, Софер, он писал свитки, и левиты, разъяснившие народу. Нынче святой день перед Господом Богом вашим. Не печальтесь же и не плачьте. Они обращаются, пророки, к еврейскому народу, говорят, не плачьте. Хотя, в принципе, Роша Шана, это день суда, и есть, в принципе, плач уместен здесь. Но говорят, не плачьте. Это святой день для Всевышнего. Почему? Потому что весь народ плакал, слушая слова Тора. Они читали Тору в Иерусалиме, и люди плакали. Тогда сказал он им, идите, ешьте жирное, и пейте сладкое, и пошлите подарки тем, у кого не приготовлено, так как день этот свят перед Господом нашим. И не печальтесь, ибо радость Всевышнего ваша опора. Он говорит, что сила ваша, может быть, более точный перевод, что хедвата шем ему уз хем, сила Всевышнего, ваша радость, это сила Всевышнего. Он говорит, радуйтесь, это то, чего ты хочешь сегодня Всевышний. Но здесь, в этот день, в Рошашана, Равутнер обращает внимание на такой момент. Он говорит, ешьте, пейте, радуйтесь. Но он говорит здесь еще одну вещь. Посылайте подарки, пошлите подарки тем, у кого не приготовлено. Те, кто не приготовил еду, те, кому нечего есть, помогите им. И сделайте им хесед. Ну, вообще-то, у нас в истории есть такая заповедь делать хесед. Это не то, что пришел пророк Нехемия и пророк Эзера, и сказали, вы знаете, ребята, у нас для вас есть хорошая новость, у вас есть сосед, которого нечего кушать, накормите его, пожалуйста. Это до них, как сказать, немножко раньше было известно, за тысячу лет еще евреи это знали, наиболее. Что есть такая заповедь на истории хесед, когда у тебя есть сосед, или родственник, или кто угодно, которому нечего есть, должен его накормить, заповедь по той. Более того, это обязанность. Знаете, что многие люди думают, что хесед, это ты помог другому, о, ты такой цадик, ты такой вообще святой, да? Это, извиняюсь на минутку, это обязанность. Ты не имеешь права. Тебя никто вообще не спрашивал, хочешь ты помогать или не хочешь. К тебе обращается человек, он не жулик. Если он жулик, или ты опасаешь, что он жулик, ты не обязан давать. Если ты знаешь этого человека, например, и он обращается, говорит, Мойша, накорми меня, пожалуйста, помоги мне. Обязан помогать, не имеешь права. Если не помог, ты не исполнил обязанности с Торой. То же самое, как ты тфилин не наложил, в шабатке душ не сделал. То же самое, да? Нет, люди думают, что кому-то помогли, а, я такой, я вообще-то не обязан, да, но я такой молодец, такой добрый, ничего подобного. Тора на это смотрит совсем иначе. Ты не имеешь права, тебя выкручивают руки, заставляют, заставляют ему помочь. Так что вдруг здесь они приходят, рассказывают им в Роша-Шана такую новость, накормите того, у кого нет. Так говорит Равутнер, здесь есть большая тайна. Здесь нам пророк намекает на то, что внутренняя сущность праздника Роша-Шана это Хэсад. Какая связь, пока что непонятно, завтра же мы попробуем сегодня это понять. С чего вдруг Хэсад, помощь другому человеку, это внутренняя сущность праздника Роша-Шана. Он говорит, что вы хотите отметить праздник Роша-Шана, идите и накормите того, у кого нечего есть. Это отправная точка. Второй момент, то, что написано в Торе. Текуба ходы шофар ба кесы льем хагейну. Трубите в новомесяче в шофар ба кесы льем хагейну. Это фраза, которую очень сложно перевести. Непонятно, какое ее значение, какой ее перевод. Так простое понимание, да, слово, корень этот, кеса, да, это сокрытие. В сокрытый день праздника нашего. Можно это так перевести. Трубите в начало месяца в шофар, в бараний рог, в сокрытый, в день нашего сокрытого праздника. Почему Роша-Шана называется сокрытым праздником? Это простое понимание. Почему? Потому что все праздники в Торе, они всегда, обычно, в середине месяца. тогда, когда луна, у нас месяца лунная, тогда, когда луна полная. Суккот, в ночь на 15-е Тешреэ, Песах, в ночь на 15-е Несана, даже Шевуот, который не в середине месяца, он 6-го, Сивана, да, это уже, уже есть луна, ее уже хорошо видно. Единственный праздник в Торе, который в новомесяче, то есть тогда, когда луны нет, она скрыта, потому что новомесяче, она только-только появилась, ее не видно еще. Это Роша-Шана. Это день, когда праздник скрытый луной. Луна, это всегда символ еврейского народа. Всегда то, что написано, нет, то, что ходыш, месяц, это относится к еврейскому народу. Не еврейский календарь, христианский календарь, он солнечный. Там мусульмане взяли у нас лунный календарь, но они его исказили, они вместо того, чтобы корректировать его по солнцу, да, и делать так, чтобы Песах всегда был весной, как написано в Торе, у них этот, Рамадан ездит по всему году, да, каждый год на 15 дней съезжает назад, потому что он только лунный, да, это типично вообще Ишмаэлю, да, когда нет границы, да, ты берешь что-то и идешь с этим, слишком далеко, но это, в этом идея Ишмаэля, в этом идея Ислама, да, когда ты там, хочешь помочь кому-то, идешь и взрываешься, потому что настолько ты хочешь помочь, да, как бы хэсед, у которого нет границ, так это работает, так это, без шуток, в этом идеология, но она такой была всегда, начиная с Ишмаэля, это, 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 и, так, хорошая шутка называется, праздник сокрытия, да, праздник, когда у нас скрыта, и тут нужно понимать, что есть вообще свет, да, в нашем понимании, да, что такое свет, учение свет, а не учение, чуть свет на работу, когда ты что-то раскрываешь, то появляется свет, так думает современный человек, а когда ты что-то скрываешь, то это тьма, хотя на самом деле, это не всегда так, есть, так у наших мудрецов это называется, есть свет раскрытия, а есть свет сокрытия, есть такие области, где свет, именно тогда, когда сокрыто, а не тогда, когда раскрыто, не всё нужно, как, есть простые примеры, да, сегодня, например, журналистика современная, что она говорит? Человек имеет право всё знать, а сколько есть случаев, когда написали что-то в газете, человек погиб из-за этого, человек покончилθεрую саму убийством, и испортили человеку всю жизнь, но ведь нужно же всё раскрыть, нет, не всегда раскрытие это свет, иногда раскрытие это тьма, иногда о чём-то нужно умолчать, Это супружеские отношения. Это тоже такая тема, которая интимная. Что такое интимная? Ее лучше скрыть. Два любящих человека, они идут и закрываются где-то, делают свой дом, закрытый дом, где спальня, где спальня это как святая святых, туда никто больше не заходит. Где они, только они вдвоем. У нас когда есть еврейская свадьба, какой ее апогей? Есть хупа, под хупой он надевает кольцо, семь благословений, считается ктуба. И что? Самое-самое-самое это комната уединения. Когда муж с женой уходят вдвоем и больше там никого нет. Это показывает, что они муж с женой. Ихуд. А, Ихудда. Хедер Ихудда. Это уединение. Почему? Потому что это свет сокрытия. Семья это свет сокрытия. Речь обычно это свет сокрытия. Это запрет лошонара. И с другой стороны, самый, то что у нас написано, говорит пророк, самый верх речи. Можно говорить, можно говорить очень высоко. Но самый-самый-самый, насколько максимально высоко, это высокой может быть и речь. Это когда пророк описывает устройство высших миров, и там и шум, и гром, и молния, и так далее. И наверху кольд мамадака. Голос тонкой тишины. И голос тонкой тишины это и есть голос Всевышнего, говорит пророк. Люди думают, что голос Бога это что-то, что гремит оттуда с неба, это что-то очень громкое. Говорят, нет, не в громе Всевышней, а в голосе тонкой тишины. Когда тишина, умение правильно промолчать, это самое большое раскрытие, самый большой свет. При том, что это свет сокрытия, а не свет раскрытия. Понимаете, о чем я говорю? Наразовалась ремарка обычная. Ну, вообще, на самом деле, хорошая речь состоит из правильно расставленных пауз. Так это тоже в риторике. Человек, который бла-бла-бла, он говорит, говорит, это неинтересно. Интересно, где он промолчит. Это большое искусство уметь промолчать правильно. Очень тяжелое. Так Роша Шана, это тоже праздник сокрытия. Это свет, если в других Песах, например, это светораскрытие. Сукот, это светораскрытие. Все праздники, это свет Шивот, это все праздники, в которых в этот мир приходит светораскрытие. То Роша Шана, это праздник, который называется Бекеса Льон Хагейну. Это день, когда Турбитев Шифар, в тот день, когда скрытый праздник. Когда луны нет. Когда вроде бы темно. Но в этом проявляется свет. Это такой феномен. Давайте попробуем это немного объяснить. Если кто-то читал первую главу Торы, главу Барешит, то он знает, что она устроена следующим образом. Начинается там со слов Барешит, Барай, Луки, Меташимэ, Ветарц. В начале творения Всевышнего, Неба и Земли. И дальше рассказывается о семи днях творения. О шести творения, точнее, днях творения. И в конце Всевышний створил в первый день Тота, в второй день Тота, в третий день Тота и так далее. И в конце это заканчивается словами, которые мы произносим каждый шаббат в кедуши. Ваихуду, ашамай, ваарац, вахольц, ваам. Были закончены небеса и земля, и все воинство их. Что Всевышний закончил творить этот мир. Все. И дальше уже другие вещи. Рассказываются про Адама, про Хаву, про первый грех и так далее. Есть такой медраж интересный, который говорит. И были закончены небо и земля. Сказал Раби Левин. До сих пор почет Бога в сокрытии вещи. Это примерный перевод. Это цитаты из Мишлей, из притчи Церя Сламон. До сих пор пишет царь Шламов Мишлей. Квод элуким астер давар. Почет Бога в сокрытии вещи. Отсюда и далее. Квод малахим. Квод малахим хакор давар. Отсюда и далее. Почет царей исследуя вещи. И в исследовании вещи. В раскрытии вещи. Что он здесь говорит, этот медраж? Так это объясняет Равуд. Что всю Тору, ее можно разделить на принципиально две разные части. Которые принципиально отличаются друг от друга. И они принципиально по-разному устроены. Первая часть Торы, это от слова Берешит до слова Ваихуру. То есть первые шесть дней творения. Это описание шести дней творения. Это одна часть Торы. Другая часть Торы, это от слова Ваихуру. И были закончены небо и земля. До конца Торы. Лейнейкор Исраэль. И в чем разница между этими двумя частями Торы? То, что в первой части Торы, Это он определяет словами царя Шломо. Почет Бога в сокрытии вещи. А вторая часть Торы, ее суть в том, что говорит царь Шломо, Почет царей исследует вещи. Я попробую объяснить это просто простым языком, Что имеется в виду. Тора. Что такое Тора? Это то, что Бог говорит человеку. Правильно? Всевышний. Еврейский народ стоял у горы Сина, И Всевышний пришел раскрыться и рассказал ему, Как устроен этот мир. И, соответственно, как нужно в этом мире жить. Инструкция по использованию. Ты человек, ты живешь в этом мире, Вот тебе инструкция, как, что делать, что не делать. Соответственно, нужно немножко понимать, Как этот мир устроен, Чтобы ты понимал, как им пользоваться. Тебе не обязательно, Как человек, который пользуется стиральной машиной, Ему не обязательно понимать на уровне инженера, Который стиральную машину придумал. Но, значит, если нажмешь на эту кнопку, Здесь отжим, что такое отжим, что такое стирка. Хотя бы в каком порядке нажимать на кнопки. Это минимально. Иначе ты ее сломаешь. Что кирпичи туда класть не стоит, Даже если они очень грязные. Она может от этого сломаться. Это минимальный уровень понимания. Но не вся Тора устроена так. Первая часть Торы, Которая говорит о самом процессе творения, Она не раскрывает нам, Как был создавлен этот мир. И если мы внимательно будем читать первую часть Торы, То есть описание первых шести дней творения, Весь комментарий Раши практически, Он об этом говорит в начале Торы. Раша, у него есть такая теория, Которая сегодня общепринятая, Большинство комментаторов так считают. Он это доказывает и показывает, Если внимательно читать комментарии Раши, Что в начале Торы она не описывает Последовательность состворения мира. Не только не описывает, Как он был сотворен, Даже не описывает, в какой последовательности. Вещи, которые были сотворены позже, О них написано ранее. Технологическая последовательность не соблюдается. И Тора там говорит вообще не об этом. А о чем она там говорит? Она сообщает нам какие-то глубокие тайны, Которых мы не понимаем. И на нашем уровне она сообщает нам Какие-то вещи, которые мы можем выучить Для себя из процесса сотворения мира. То есть то, что свет, тьма, То, что Всевышний сотворил этот мир, То, что мир не был всегда, Был началом этого мира. Какие-то вещи, которые актуальны нам Для сегодняшней повседневной жизни. Но то, как был сотворен мир, Тора нам не рассказывает, Не раскрывает нам это. Это тайна. Тайна не потому, что это сложно понять. Не потому, что мы, не знаю, Как-то хотим что-то утаить от кого-то. Потому что по своей сути Это такая мудрость, Это такой свет, Который проявляется не через раскрытие, А через сокрытие. Можно, я не знаю, привести аналогию Из науки, например. Как говорит современная физика, В начале был большой взрыв. А что было до большого взрыва? А там были такие законы природы, О которых мы не понимаем. Там не было измерения времени, пространства. Мы не можем это никак описать, Поскольку у нас нет с этим точек соприкосновения. Как работает человеческое мышление? Мы, я говорю, ты знаешь, Там на горе Джималунгма живет макаронный монстр. Очень хорошо. Что такое макаронный монстр? Ты видел как-нибудь макароны? Спагетти, да? Вот, представляешь, вареные спагетти. Они такие мягкие. А, да. Вот он такой вот сделан из этих спагетти. Он такой там, да. Гора, ты знаешь, Ну, я не был над Джималунгами, Но я видел там какой-то холм там какой-нибудь соседний. Вот это как и холм, только очень высокий, да? То есть мы можем мыслить абстрактно, С помощью уподоблений, да? Мы есть какие-то вещи, С которыми мы сталкивались в нашей жизни. Мы их понимаем в той или иной степени. И дальше можем... Это похоже на это. Это вот как это только большее. Это как это только мягче. Это как это только движется и так далее, да? То есть уподобляя, Мы выстраиваем такую цепочку, И мы можем понять, Очень абстрактные вещи. Можем математику изучать даже. Некоторые из нас в тех случаях, да? Которая вообще абстрактная наука, да? Которая вообще не оперирует Какими-то материальными понятиями, да? Она оперирует исключительно абстрактными понятиями, да? Можем изучать философию. Мы можем выйти нашим мышлением за рамки этого мира. Мы можем понять, Представить себе какой-нибудь там Мир с одиннадцатью измерениями. Теорию струн изучать и так далее. Очень абстрактные вещи. Далекие. Те вещи, с которыми мы не сталкивались. Это чудесное свойство человеческого разума. Но есть такие области, Куда мы не можем выстроить, До которых мы не можем выстроить эту цепочку. Потому что они принципиально отличаются От всего, с чем мы когда-либо сталкивались. Настолько отличаются, Что невозможно найти этому уподобление. Например, Бог. Когда мы говорим про Бога, Мы никогда не обсуждаем Бога самого. Мы всегда говорим исключительно только про его проявления в этом мире. Он проявил себя в этом мире как милосердный. Не знаю, что это не качество Всевышнего милосердный, То, что он сам как будто. Мы не знаем, какой он сам. Понимаете? Это он для нас непостижим. Единственное его качество, это непостижимый. Потому что он бесконечный, Он бесконечно далек от нас. Мы никогда не сталкивались ни с чем подобным. И мы можем только, Единственное наше приближение к Богу, Через постижение тех качеств, Которыми он проявляется в этом мире. Понимаете? То же самое тут. Когда мы говорим до этапа, Про этапы, прошу прощения, Которые предшествовали сотворению человека, Это шесть дней творения, До сотворения самого человека, Нам особенно нечем их измерить. Нам нет каких-то инструментов, Чтобы это постичь. И поэтому первая часть Торы, Которая описывает шесть дней творения, Она скрытая часть Торы. На языке наших мудрецов Называется Маасеба Рейшит. Есть вообще так, Так Рамбом тоже приводят, Что есть две самые большие тайны в Торе. Две темы, которые скрытые всегда. И их не изучают публично. Их учат только... Один учитель, Одному ученику, Один на один. И учитель только намекает, И ученик сам допонимает. Потому что это тайна, По своей сути. Это Маасеба Рейшит. Это первая часть Торы. Шесть дней творения. Это Мааса Меркова. Это ведение колесницы Пророка Ихэскеля. И Пророка Ишаяла, на самом деле. Ну просто ведение колесницы Пророка Ишаяла у нас совсем далеко. Ведение колесницы В начале книги Пророка Ихэскеля, Которая тоже такое странное, Непонятное, Такое мистическое. Это устройство высших миров. Это то, что мы обсуждали. Да, мы говорили про Мааса Меркова. Про устройство колесницы Всевышнего. Что как будто бы, Как Всевышний пройдет этим миром. Так эти вещи, Они по своей природе, По своей природе, Они скрытые. Теперь скрытые, Тут немножко это обратно Нашему видению мира. Скрытые, Это не значит, Что их не нужно изучать. Понимаете? И это тоже не значит, Что их изучение происходит через раскрытие этих вещей. Есть изучение без раскрытия. И в этом свет этих вещей. Как это объяснить? Не знаю. Но нужно понимать, Что не все, Не вся мудрость, Которая есть в этом мире, Она предназначена для того, Чтобы быть раскрытой. И при этом, Если она не предназначена для того, Чтобы быть раскрытой, Это не значит, Что ее не нужно изучать. Может быть, Может быть, Это можно привести аналогию, Как это же сказали наши мудрецы в Кирке, А вот, Не на тебе возложено, Не на тебе возложено закончить работу, Но ты не имеешь права от нее отлинивать. То есть, Есть какие-то процессы, В которых мы понимаем, Что мы никогда не добьемся результата. Это всегда останется, Да, Это всегда останется. Я, Такой пример, Актуальный пример. Вся дешма пришла в голову. Есть такая штука, Которая называется вера. Говорят, Ты верующий человек или неверующий? Теперь человек думает, Что вера это некое состояние. Вот я верующий, Или неверующий, Да, Оно, Или чува, Да, Раскаяние, Да, Что человек тоже думает, Что человек, Чува, Это состояние, Да, У меня есть, Делал я чуву или не сделал? Нет, На самом деле, И то, И другое, Это процессы. Вера, Это всегда процессы, Это никогда не станет. Человек, Который думает, Что он живет в состоянии веры, Он лжец, Он обманывает самого себя. То, Что он думает, Что это вера, Это верой не является, Потому что, Или он мертвый, Да, То есть, Человек, Он устроен таким образом, Что он не может оставаться статичным, Он всегда динамичен, Он всегда движется. И поэтому, Когда человек верит в Бога, Например, Я верю в Бога, Что это значит? Это не значит, Что у меня есть некая догма, Которую я один раз понял, И теперь, Теперь ты веришь в то, Что ты когда-то что-то один раз понял, Да, Но хуже того, Если ты так считаешь, То это значит, Что ты ничего не понял, Потому что, Если бы ты это один раз понял, Тебе захотелось бы это постигать, Еще, 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 Если ты уже догматик, Если ты уже в чем-то уверен, То твоя вера, Она мертвая, Да, Ты что-то один раз решил на себя, И забросил это, И теперь этим уже утверждаешь, Что это есть, Но вера это некий процесс, Человек продвигает, Который человек по нему всю, Всю свою жизнь движется, Причем не линейно, Он движется вверх, Вниз, Иногда он верит больше, Иногда он верит меньше, Это человек, Ты веришь в Бога? Верю, Да, Готов там, Я не знаю, Что там, Это, Потратить, Вот, Всевышний скажет, Ты должен потратить час своего времени на молитву, Готов, Готов, А с другой стороны, Представьте, Что ты упал с обрыва, Со скалы, Высотой в километр, Где-то посередине зацепился, За какую-то ветку, Торчащую из скалы, Раздается голос с неба, Это известный пример, Говорит, Мойша, Да, Кто тут, Спасите, С тобой Бог разговаривает, Спаси меня, Пожалуйста, Ты в меня веришь? Верю, 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 Так отпусти ветку, Это сложнее, На таком уровне, Ты веришь или не веришь? Это в тот момент, Ты веришь на таком уровне, Или в тот момент, Ты не веришь? Потому что часто человек, Он в этот момент, Он находится на этом уровне, На следующий день, Он совсем на другом уровне, Зависит от многих аспектов. Наша работа, Когда мы говорим про веру, Это двигаться в этом направлении, Стараться создавать давление вверх, В этом процессе, Который называется вера, Но нет, Это не состояние. Так кто же сам и тут? То есть это такие процессы, Которые ты никогда не дождешь до той точки, Вот теперь вот я все, На сто процентов верующий. Нет, Так не бывает. Тем не менее, Это не значит, Что ты не должен верить. Не значит, Что ты не должен делать шоу. Это не значит, Что ты должен не изучать Скрытые части Торы. При том, Что они останутся скрытыми. Но свет, Который выходит из них, Из этого сокрытия, Это тот свет, Который осветит твой путь, Несмотря на то, Что останется сокрытым. Давайте мы дальше Немножко попробуем, Это поглубже понять. Мы это сейчас оставим в стороне, То, Что мы до сих пор сказали. Мы к этому вернемся. И нам нужно разобрать еще один кусок, Который поможет нам это понять Намного глубже. Про отец еврейского народа. Авраам. Знаете, Одно из объяснений, Почему Трубим Шуфару Рошана, Это потому, Что это в память О том, Как Авраам принес В жертву Своего сына Ицхака. Что там был баран, Который запутался. Это рог того самого барана. Что пепел Ицхака Вызывает ко всевышнему жертвеннику. Хотя никого пепла На этом жертвеннике нет. Потому что Ицхак Не только не был сожжен, Не был даже зарезан. Даже не был поцарапан. Но тем не менее, Это воображаемый пепел. Какое основное качество Авраама? Хесед. Это известно. Авраам столб Хеседа в мире. Если мы хотим понять, Что такое Хесед, То мы должны посмотреть на Авраама. Он для нас является Эталоном Хеседа. Человек, который делал другим добро. Много раз про это говорил. Можем увидеть, Что написано в Торе прямым текстом. То, что Авраам, Глубокий старик, На третий день после обрезания, Больной, Сидит у входа в шатер, Жара страшно на улице. Он ждет гостей. И он видит трех путников. Это три ангела, Которые в виде бедуинов. И бежит к ним, Падает перед ними ниц, Склонится им до земли, Умоляет, Чтобы они пришли к нему домой. Мой ты многие. Каждому дает, Режет для каждого из них молодого бычка, Чтобы угостить его языком, В горчице. У каждого бычка есть только один язык. Все, все, все для них. Теперь Тора нам это рассказывает. Зачем? Что мы вели себя так же, как Авраам? Все-таки бедуины. Бомжи. Представьте сегодня, да? У кого-то там температура 39, Он болеет. И он выходит на улицу Моросейка. Там ходит много бомжей. И он видит трех бомжей. Бежит. Падает перед ними ниц. Умоляю вас, господа мои, Придите, не проходите мимо раба вашего. Зайдите ко мне в дом. Они подумают, что на органы хотят продать. Приводит их в дом. Моет им ноги. Трех бычков. Все, все, все. Это то, что Тора от нас ожидает. Это требует. Это то, что ради этого нам рассказывается права. Кто-нибудь, я не знаю. Если, наверное, завтра придут трех бомжей к себе домой, то мои женами вместе с ними отправят это. Кормиться где-то в другом месте. Это, это. Но может быть, идея в том, что происходит после этого, что Авраам просит их вознести Хлаву Всевышнему. Может быть, в этом суть? Это, кстати, в Торе не написано. Это Медраз. Это уже Медраз. Но Тора нам зачем-то про это рассказывает. Естественно, от нас не ожидает, что у нас будет такой уровень, как Авраама. Это очень высокий уровень. Нам до этого далеко. Но это некий маяк такой. Это некий... Смотрите, что... Когда вы думаете о Хеседе, что такое в вашем поймании Хесед? Это когда тут, я не знаю, что... Твой лучший друг попросил тебя помочь ему там что-то дотащить, и ты дотащил. Так нет, имея в виду, что Хесед, это как Авраам делал. Так он за бомжами бегал, таткал их к себе домой, мыл им ноги. И ты должен стремиться в этом направлении. То есть это как некий маяк. Даже если ты до него не доплывешь, то он показывает, в какую сторону повернуть твой нос. То есть что в твоем понимании такое Хесед? Это вот то, что делал Авраам. Ты еще не можешь так делать, но двигайся, ты должен понимать, что вот это и есть Хесед. не где-то там думаешь. Это Авраам столб Хеседа в мире. Это его основное качество. Второй момент, который есть у Авраама. Что принес Авраам в этот мир? Что он основал в этом мире? Веру в монотеизм. Веру в единого Бога. Авраам раскрыл миру, что есть единый Творец. Хотя на самом деле эта идея была известна и до него. У него были учителя, Шем и Эвер, сын и внук Ноаха. И Ноах это знал, и Адам это знал. Но Авраам раскрыл для себя Творца. Написано, и Кир Эдбур О познал своего Творца, узнал, что в мире есть Творец. Медраж описывает, как это произошло. Он начал этот процесс в три года, закончил его к 70 годам. Пришел окончательно к этому. Как он к этому пришел? С помощью простого логической мысли. Он подумал, что если есть дворец, в котором горит свет, и там что-то происходит, там дым идет из печной трубы, и там ходят люди, и все готовится. Говорит, не может такого быть, что у этого дворца нет хозяина, который им управляет. Приописано, выглянул и посмотрел на него хозяин дворца. То есть, есть этот мир, который такой совершенный, который так управляется, что все точно подходит друг к другу. Все идеально состыкуется друг с другом. Если бы Земля была чуть дальше или чуть ближе от Солнца, уже бы невозможно было бы это. Замерзли бы или сгорели бы. Все, если бы атомы или электроны не так крутились, или чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда, и все. Все идеально, чуть-чуть в чуть-чуть. Миллионы, миллиарды, триллионы разных вещей, которые идеально подходят друг другу. Подумал Авраам, что не может быть такого, что кто-то это не сотворил, а этим не управляет. Значит, есть у этого мира творец, который им управляет. И в этом идея Авраама, что этот творец, он не просто сотворил этот мир и ушел куда-то далеко, а он продолжает им управлять. Ему есть дело до человека. Какая связь между этими двумя вещами? Хеседом и постижением Творца. Давид уже знает, мы как-то об этом говорили. Да, это не та тема, о которой он сегодня будет говорить, но ты уже можешь понять, это глубже намного. Рвутнер про это тоже многократно говорит. Это одна из центральных идей в учении Рвутнера. Чтобы понять это, нужно объяснить одну вещь. Как работает этика по Тори? Что такое хорошо, а что такое плохо? Как нам узнать, что русскому хорошо, то немцу смерть? Тора дает нам четкие критерии. Это учится из самой Торы, написано, это Бог мой, уподоблюсь ему. Магу афата, как он, так и ты. Посмотри, как Всевышний проявляет себя в этом мире, проявляй себя так же. Как он милосердный, так и ты будешь милосердным. Как он долготерпеливый, так и ты будешь долготерпеливым. И так далее. То есть Тора говорит, что критерий того, что такое хорошо, а то, что такое плохо, это то, как Всевышний проявляет себя в этом мире. Посмотри, как Бог управляет этим миром и пытайся ему уподобиться. Не полагайся на свой разум и не решай, что ты сам можешь понять, что такое хорошо, что такое плохо. Как человечество, особенно в последние века, пытается сделать, начиная с Вольтера, в своих случаях, когда появился, понимаете, как гуманизм. Гуманизм – это идея, которая в корне претворечит Торе. Тора, она совершенно не гуманна. Совершенно не гуманна. Почему? Потому что что такое гуманизм? Я сам знаю, что хорошо, а что плохо. Я не буду обижать ребенка, потому что мне подсказывает мое чувство справедливости, что это несправедливо. Но с другой стороны, когда придет какой-то большой ученый и скажет, что когда лес рубят, щепки летят и угробят 50 миллионов человек из-за того, чтобы срубить лес, и скажет, когда строят город, то погибают муравейники и решили, что нужно 6 миллионов евреев уничтожить. Он так решил. Чем он хуже, чем… Он имеет право с точки зрения логики. Ведь если человек может решать, что такое хорошо, что такое плохо, то он может решать сколько угодно. Я извиняюсь, то, что произошло в Иерусалиме на прошлой неделе. Пришел человек от имени Тора, это еще хуже, когда он говорит именем Торы. И он решил, что нужно взять нож и броситься на людей. А, в Торе так не написано. Я лучше знаю. А ни один раввин не сказал, что не просто это можно, а все раввины сказали, что это обычное убийство. Причем подлое, потому что сделаны еще три монитора. А у нас есть законы в Торе, как казнят. Это даже не близко к этому и на 180 градусов наоборот. Плевать. Я знаю, как правильно, я буду это. Только еще и Торой прикрывается. Это как раз обратно тому, что хочет Тора. Мы уподобляемся Всевышнему. Теперь все качества мы учим их от Всевышнего. Есть честность, справедливость, многотерпеливость. И это те качества, которыми Всевышний управляет этим миром. Но есть одно качество, которое оно самое-самое-самое первое. Это качество хэсэд. Почему? Потому что мы говорили про первый миг творения. Как только появился человек, что он сказал Богу. Но если посмотреть еще раньше, самый-самый первый миг творения этого мира. Берешит, Барай, Луки. В начале творения Всевышнего. Всевышний творил. Начало. Как можно определить этот акт, это действие? Это акт чистого хэсэда. Когда Бог, который самодостаточный, который полноценный, которому нет ни в чем, его все хватает, у него нет ни в чем изъяна, он творит что-то ради другого. Что такое хэсэд? Хэсэд – это когда я делаю что-то ради другого человека. Отдаю, ничего не получаю взамен. И если я что-то получаю взамен, то уже торговля. Хэсэд – это когда я отдаю, взамен ничего не получаю. Откуда мы это знаем? Так все же не створил этот мир. Он отдал, он сделал для человека мир, целый мир, Вселенную. При этом ему хоть миллиграмм, он что-то от этого получил, вообще ничего. Почему? Потому что у него все есть. У него не было, чтобы что-то получить, нужно, чтобы тебе чего-то не хватало. Если тебе, я знаю, что у тебя есть одна голова, тебе пришьют вторую, это, может быть, одна голова хорошо, а две лучше, я не знаю, но твоя жизнь от этого лучше не станет. Тебя хватает. Тебя не нужна вторая голова. Как говорят, телеги – пятое колесо. Не нужно ей пятое колесо, и четыре колеса достаточно. То же самое тут. Всевышний, первое проявление Бога, как Творца, первое проявление вообще Бога в этом мире, самое-самое-самое-самое первое, базисное проявление Бога в этом мире – это хэсэд. Когда он отдает, ничего не получая взамен. Понимаете? Тут очень важен тоже такой психологический момент. Люди в отношениях друг с другом часто ожидают что-то от другого человека. Это большая ошибка. В семейной жизни. В семейной жизни, в первую очередь. Ни от кого ничего не ожидаете. Чем меньше ожидаете, тем меньше разочаровываетесь. Если вообще ничего не ожидаешь, то вообще не будет разочарования. Почему? Потому что как же ахэсэд, а как же добро? Добро – это когда ты отдаешь, и взамен ничего не получаешь. У тебя есть объект, который готов принимать твое добро? Скажи спасибо. У тебя есть кому реализовывать свою самую базисную потребность, которая есть у человека. Вот интересно, что у человека есть потребность брать, есть потребность отдавать. Какая из них больше? Брать. Человек говорит брать. На самом деле отдавать. Почему? Потому что, во-первых, всегда чем важнее потребность, тем она выше, она менее грубая. Но человек, который не берет, он может с этим прожить. Но человек, который не отдает, человека сажают в тюрьму. Что тяжелее всего в тюрьме? Я слышал от людей, которые сидели в одиночных камерах. Самое тяжелое, это то, что тебе не с кем общаться. И когда человека переводят, так мне рассказывали опытные люди, когда человека переводят из одиночной камеры кому-то, который он там посидел, в карцере, какое-то продолжительное время, он начинает безумку говорить. Он не может ничего с собой сделать, не может остановиться. Он болтает и болтает. Почему? Потому что он получил, наконец, возможность кому-то отдать. Когда мы говорим, это речь, это процесс, когда от нас кому-то. Процесс отдачи. Не дай бог, бывают люди, у которых нет детей. Не могут иметь детей. Человек готов все, что угодно сделать, ешь бы у него были. Почему? Ребенок – это объект, который мы отдаем. Что он делает ребенок? Он ест, пьет, спит, какает и плачет. Он ничего полезного не производит. Лет до сорока. Где-то мама на шее. Правильно? А, почему люди так хотят? Потому что можно отдавать, 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 отдавать. Он просит и просит, и человеку это очень приятно. Это наша базисная потребность. Мы на этом зиждимся. Человек, некоторые, кошечку-собачку заведут. Почему? Это тоже кто-то, кому можно отдавать. Не как ребенок, это не тот же уровень. В Москве так, вместо детей кошечка-собачка. Сын, дочь, собака. Сегодня это так принято. Или просто собака, без сына и дочери. Но все равно, понятно, что собака, какая бы она хорошая ни была, как бы не был верный друг, и так далее, это не реализовывает настолько потребность человека, как ребенок. Это наша базисная потребность, это потребность отдавать. Почему? Потому что, если человек, это образ и подобие Бога, то корень этого, образа и подобия, это когда ты отдаешь другому. И поэтому человек, который не делает добро другим, проблема не в том, что он, я не знаю, у него не хватает, то, что мы говорили, неблагодарность. Неблагодарность – это самая большая неотдача, которая может быть. Так говорил учитель моего учителя, Равхан Шмулевич. Еще раз, неблагодарность? Я объясню сейчас. Равхан Шмулевич говорил, что есть все качества, они все важны. Но человек, человек, который, например, он нечестный, он плохой человек, у него есть проблемы с этим качеством. Но человек, который неблагодарный, у него нет проблемы с каким-то качеством, он просто не человек. Потому что человек подразумевает под собой благодарность. Это основа. Почему? Потому что что такое благодарность? Ты получил, тебе сделали добро, отдай взамен добро. Отплати добром за добро. Если ты этого не готов делать, то есть тебе сделали добро, ты платишь вместо этого злом. Ты не человек, потому что ты образ подобия Бога, и Бог, он отдает, а ты получил, и взамен не отдал. А где здесь человек? Где ты здесь? Тебя тут нет. Ты козлевич такой прямоходящий, обезьяна. Все по Дарвину, прямоходящий обезьян, примат. Но ты не человек. Ты умеешь разговаривать иногда, наверное, но не подходишь к проявлению человека. Это самое-самое основа, это корень. Это то, на чем строится, держится этот мир, и то, на чем держится человек. Более того, если мы говорим, мы идем дальше. Если мы говорим, что Всевышний, первое проявление Бога, это хэсад, то говорит царь шломо, не царь шломо, но говорит это, секунду, где это написано, написано в Танахе, по-моему, царь шломо, или нет, или кто-то из пророков. Не важно. Написано, улам хэсады баны. Мир строится хэсадом. То есть, что это означает? Обычно понимают, что, что такое мир строится хэсадом. То есть, ты делаешь добро другим людям, мир становится лучше. Но есть здесь намного более глубокое понимание. Вот есть этот стол. Из чего он сделан? Из дерева. А из чего состоит дерево? Из волокон. Из чего состоят волокна? Из клеток. Из чего клетки? Из молекул? Молекулы из атомов. Атомы из протона, электрона и так далее. Они из кварок, кварки, шкварок и так далее. Но если и как бы наука пытается понять, из чего устроен мир. Расщепить атом. Расщепить то, что расщепилось из атома и так далее. Но говорит нам Тора, что если вы расщепите все до конца, до конца, до конца, то что вы там в итоге обнаружите? Хэсад. Почему? Потому что мир сотворен. Атомы, протоны, электроны. В итоге что это? В чем суть этого? Это хэсад. Это то, что Бог делает для человека. Когда Бог берет объект, создает объект, которому отдает, ничего не получая взамен. Мир устроен из хэсада. То есть как можно нарисовать такую схему? Есть Бог, хэсад, мир. Это такой путь. Бог актом хэсада творит мир. То есть если расщепить, оно все устроено из хэсада. Что делает Авраам? Авраам, делая хэсад, постигает то, что в мире есть единый Творец. У мира есть единый Творец. Авраам проходит этот путь в обратном направлении. Он, помогая людям, делая хэсад, он раскрывает суть этого мира. Скажет, что оказывается, у этого мира есть Творец. Понимаете? Оказывается, два этих процесса, вера в Творца и хэсад, они не просто неразрывные понятия. Это на самом деле две стороны одной монеты. Не может быть такого. Человек говорит, я верующий, но он делал кому-то гадости. В чем-то она твоя вера. И с другой стороны, человек, который делает добро другим людям, это приводит его в итоге. Не всегда человек проходит этот путь до конца. Авраам прошел его от а до я. Иногда человек остановится на середине. Но это должно привести в итоге человека к постижению того, что у мира есть Творец. Потому что этот мир, он состоит из хэсада. И делая хэсад, ты начинаешь постигать саму сущность мира. Теперь нужно понять, что это наша сложная идея, которую я пытаюсь по чуть-чуть раскрывать. Не раскрывать, но объяснять. То, что процесс творения мира это скрытый процесс. По своей сути скрытый процесс. То есть на самом деле, если мы возьмем синхофазотрон, возьмем кусочек этого стола, построим самый большой в мире синхофазотрон размером с галактику. Андронный коллайдер и так далее. И разгоним там кусочек этого стола до каких-то там невероятных скоростей, энергии. И будем это расщеплять, и расщеплять, и расщеплять. Мы в итоге где-то там найдем частицу хэсада или не найдем? Мы найдем базон хекса. Да, базон хекса, может быть, найдем. Но частицу хэсада не найдем. Процесс он скрытый. Он скрытый по своей сути. Но мы не можем это никогда расщепить. Понимаете? Мы не можем это на факты разложить. Но Всевышний дал нам такой чудесный инструмент, который называется разум. Это потрясающе. Который может... Те вещи, которые невозможно, экспериментально... Наука, она не может до них дойти. Потому что наука, она занимается другой отрасли. Она говорит о том, как. Да, а Тора говорит о том, почему. И она говорит, ты можешь понять это своим высшим разумом, ты можешь даже это постичь. Это останется скрытым, но ты это постигнешь. Понимаете? То есть ты не сможешь экспериментально это доказать, но ты поймешь... Ты это не раскроешь, да. Ты не только доказать. Вопрос здесь не в доказательстве. Это не вопрос доказательства против веры, да. Это вопрос, сможешь ли ты это раскрыть. Нет. Не все, что мы постигаем, становится раскрытым. Но есть такие вещи, которые... Мы их постигаем, но для нас все равно скрыты. Это вот процесс творения. И поэтому, говорят наши мудрецы в Талмуде, в Тартакте Абдазара, тот, кто не занимается хэседом, подобен тому, у кого нет Бога. Тот, кто не делает хэсед, как будто у него нет Бога. Почему? Потому что не может быть такое, что ты веришь в Бога, и при этом ты не делаешь хэсед, да. Потому что где тогда твоя вера? Где тогда твое уподобление Всевышнему? Где не хватает самой основы, самого корня. И в этом суть того, что говорит пророк Нахемия, еврейскому народу в Рошашина, в день творения первого человека, что он говорит... Он сообщает то, что давно-давно до него известно. Но он здесь раскрывает суть этого дня. День творения человека. День, когда мы говорим, что история, она идет по спирали. Мы не вспоминаем, как был створен человек, а человек заново как будто творится. Он говорит, что в чем заключается этот процесс? Это хэсед. Когда ты делаешь хэсед другому, пошлите еду тем, у кого не приготовлено. Вы хотите сотвориться? Так сделайте хэсед. Потому что это и есть корень того, что такое человек. Из этого человек устроен, из этого устроен мир. Из этого мы возвращаемся как бы в этот день, в день сокрытия. В день, когда то, что за нашим пониманием, еще до появления человека, до сотворения мира, там в сокрытой части, к первой части Торы, и там мы попадаем через хэсед. Суть там мы обнаруживаем хэсед. И с другой стороны, это удивительно, что на практике мы можем эти великие тайны очень просто в жизни использовать. Когда ты переводишь бабушку через дорогу, то ты постигаешь самые основы мироздания, ты постигаешь самые большие тайны. Заташем мы на следующей неделе, в среду в 7.30 уже продолжим и продолжим эту тему. Спасибо большое за внимание.